МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создавана фотография на странице абаканского пользователя социальной сети ВКонтакте. Согласно пометкам, на ней запечатлен сам 27-летний молодой человек. Личности второго позирующего и фотографа нам пока неизвестны. Фото подкреплено издевательскими подписями и шутливыми комментариями друзей. Все информации мы поделились с шушенскими полицейскими. Они незамедлительно начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, подобный скандал сколыхнул Сибирь в начале этого года. Тогда за фотосессию у памятника военным медикам в Томске под преследование попал абаканский спортсмен Гиви Сацук. За содеянно он извинился, а уголовного наказания боксеру удалось избежать лишь благодаря тому, что срок давности преступления истек. Он составляет 6 лет по статье о сквернении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма. Пока неизвестно, как классифицируют преступления полицейские в Шушенском. Фото опубликовано 31 августа 2012 года. Из Хакасии в Якутию направлено 10 тонн сахара. Гуманитарная помощь выделена из Росрезерва по поручению федерального правительства. Транспортировку груза осуществляли подразделения МЧС России. 4 ноября гуманитарная помощь доставлена в Красноярский аэропорт Емельянова и направлена в Якутию. Напомним, угроза дефицита продуктов питания возникла в регионе из-за срыва северного завоза, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Население поселка Вершина Тёя выросло на несколько сотен человек. Впрочем, аномалия эта временная. В таежный уголок съехались лыжники со всей страны. Уникальный климат и условия позволяют здесь уже сейчас набирать форму. Константин Кравцов увидел осеннюю лыжню Центра спортивной подготовки федерального значения. Ярослав Черкасский в составе сборной Хакасии по лыжным гонкам. С выпадением снега у спортсмена горячая пора. Тренировки каждый день. В конце ноября здесь состоятся всероссийские соревнования Кубок Хакасии. Форма хорошо, самочувствие тоже нормально. Ощущаю, как подготовка идет, хорошо. По большому кружочку ходишь, но спокойно работаешь над теми элементами техники. Право, влево. Новый тренер республиканской сборной Евгений Нефедов. Он приехал из Белоруссии. По его оценке, команда имеет хорошие перспективы. Но еще нужно много работать. Во всяком случае, задача на предстоящих соревнованиях – войти в сильнейшую двадцатку. Дети многие из тяжелых семей, из трудных семей. Но по опыту моему, я не первый год в лыжах, уже 76-го года сам занимаюсь лыжами. Поэтому чем тяжелее условия, тем лучше результат. Сегодня в Хакасских горах на сборах лучшие спортсмены страны. Как сами говорят, лыжники начали вкатываться в сезон. В большинстве регионов страны снега еще нет. Настоящая зимняя сказка приходит в Тюйские горы в середине осени. Снег лежит здесь до поздней весны. В этом-то вся и уникальность. По сути, лыжники всей страны имеют возможность оставаться на ходу как можно дольше. С учетом того, что подобных мест в России – единицы. Анастасия Родионова – серебряный призер первенства России. В свои 16 лет спортсменка уже имеет взрослый разряд КМС. На Хакасской лыжне она впервые. Говорит, трассу можно сравнить с той же, что расположена в Сыктывкаре, где также тренируются будущие и нынешние олимпийские чемпионы. Трасса тоже сложная, но там есть и равнины, и подъемы не такие длинные. Здесь больше подъемов, почти нет равнины. Предпочтение Хакассии отдает и национальная сборная. В Тюй уже приехали юниоры, на подходе именитые спринтеры основного состава. Например, чемпион России и призер Олимпиады Никита Крюков. Ради этих гор, скажем так, этой высоты и этих условий. Ежегодно, традиционно, наверное, можно сказать, ну не единственный. А вообще, скажем, мы изначально как бы планировали в подготовке эти условия. Впрочем, времени на подготовку у спортсменов не так много. 19 ноября стартует континентальный кубок. Затем первый этап чемпионата России. Константин Кравцов, Сергей Кадмин, Вести, Хакассия. Скандал, развернувшийся вокруг МЧС России по Хакассии, продолжает развиваться. Сегодня стало известно, что Вячеслав Титов, бывший помощник начальника управления МЧС России по Хакассии, арестован на два месяца. Он обвиняется в том, что незаконным путем добился присвоения своей жене звания майор внутренней службы. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что после проверки республиканской прокуратуры МЧС России по Хакассии возбуждено уголовное дело по статье получения взятки в крупном размере в составе организованной группы. В его рамках было задержано два человека. ДТП со смертельным исходом. Сегодня утром в Абакане в районе моста отряда насмерть была сбита пожилая женщина. Она переходила трассу в неустановленном для пешеходов месте. 67-летняя женщина пересекала одну из самых оживленных трасс в 750. Погибшая жила на Нижней Согре, подрабатывала на моста отряде, возможно, спешила на работу. Водитель Субару Форестер не успел затормозить. Он сам вызвал полицию и скорую. Приехавшие медики лишь зафиксировали смерть. Водитель был трезв. Место, где произошла трагедия, неосвещенное. И хотя в нескольких метрах есть оборудованный переход, расположенный под мостом, люди, видимо, по привычке перебегают трассу поверху. Хозяин одного из домов Вали Сапогова у Стебаканского района был неприятно удивлен находкой в своем дворе. Когда мужчина рыл яму для септика, на глубине около метра он обнаружил человеческий скелет с признаками насильственной смерти. Мужчина купил дом и проживал в нем со своей семьей с мая 2013 года. С 2006 года бывшая хозяйка дома сдавала его в аренду. Поэтому определить, кто и когда совершил преступление, будет сложно. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для определения возраста и причины смерти человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В России прошла первая ночь искусств. Десятки тысяч людей по всей стране прикоснулись к прекрасному в это воскресенье. Не обошло стороной это событие Абакан. Здесь главной площадкой стал национальный музей. Сотни детей и взрослых окунулись в историю, музыку и декоративное творчество. Все подробности у Юлии Константиновой. Ксения Угдужекова пришла на ночь искусств специально, чтобы в гончарной мастерской своими руками изготовить глиняный кувшин. Старалась, чтобы похож был на древние экспонаты, рассказывает. Впервые села за гончарный круг два года назад. В рамках акции «Ночь музеев» в мае понравилась. Поэтому очень обрадовалась, что вновь предоставилась такая возможность. У меня с каждым разом получают все лучше и лучше. Дома я храню эти кувшинчики, раскрашиваю даже. В рамках акции 12 мастер-классов. Разной направленности и тематики. Прикладные, развивающие фантазию и просто интересные. В том числе для специалистов. Этот механический способ копирования впервые стал практиковать путешественник, финн по национальности, христиан Матия Скастро еще в 19 веке. А в наше время, точнее в 70-е, 80-е годы, такой способ нанесения на микалентную бумагу, то есть лопчатобумажную и очень тонкую, использовал Владимир Феофанович Копелько. Техника проста. Лист накладывается на камень, сверху калька и плотно, очень плотно заштриховываем по всему контуру. Результат налицо. Таких, пусть маленьких, но открытий в рамках «Ночи искусств» ее участники сделали немало. Кто-то посмотрел новые выставки, кто-то постановку театра «Кутов сказка», кто-то пришел на оперу. Хакасская республиканская филармония представила сразу два проекта «Служанка и госпожа» и «Элитный салон», который прошел в великолепном антураже, в экспозиции «Дворянское гнездо». Абсолютно все категории населения у нас сегодня здесь присутствуют. То есть разные посетители. Это и дети, дети маленькие, дети старшие. Это молодежь, это уже и пенсионеры, и семейная аудитория. Больше полутора тысяч человек. Своеобразный рекорд, который, возможно, побед будет лишь в рамках акции «Ночь музеев», что по традиции пройдет в мае следующего года. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха Акасия. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я напомню, что наши сюжеты вы можете увидеть и в интернете по адресу вести.дефис.хакасия.рф. Оставайтесь с нами, еще увидимся.